итак всем привет всем тем кто любит светодиодные лампочки любит правильный и качественный свет дорогие мои друзья вас приветствует вовка и это очередной тест по светодиодным лампочкам и вы знаете друзья мои у меня просто слеза уже вот просто доворачивается слезает мне кажется сегодня наш на наш любимище наша замечательная лампочка на сайт вот я ее уже снял ребят я снял вот она вот это вот грязненькая с кулером все работает уже два месяца целых отработала бедовашка но мне кажется сегодня она проиграет ребят это 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 просто беда потому что у нас появился новый навсай у нас новая интересная лампа сегодня на тесте сейчас мы сделаем распаковочку обзор просто постою поплачу посмотрю на нее может сказать последний раз потому что если ее сегодня выиграет другая лампочка то соответственно она дальше займет место этой лампе в моем фокусе и как бы блин ну есть сегодня шансы на самом деле я эту лампу ждал давно ребята эту пока отложим для сравнения и друзья мои я хочу вам сегодня презентовать эту замечательную потрясающую лампу новая разработка фирмы но в сай великолепно там просто по технике и по физике ребят ну на самом деле классно я ее еще не включал не тестировал не пробовал но она уже приехала мы уже одну установили в мой ford focus сейчас у нас день определиться визуально пока невозможно но давайте начнем с самого начала с распаковочки на сайчик новая уникальная лампа с овальным охладителем который пассивный который достаточно ну хорош для противотуманных поэтому вот конкретную лампу я хочу рассмотреть в виде противотуманной лампы фирмы на сай модели h11 ребят вот коробочка маленькая на самом деле меньше чем у того навсая но давайте начнем сначала что мы видим из коробки во первых диапазон вольтажа гораздо больше если тот навсай 1224 и мы это можем видеть с драйвера вот здесь вот написано 1224 вольта то эта лампа работает более широком диапазоне 932 вольта в чем преимущество друзьям и эта лампочка выдерживает больше скачок напряжения даже на грузовике поэтому ее даже можно устанавливать вообще смело у нее пассивная хоть и пассивное охлаждение но она новая усовершенствованная я вам сейчас расскажу дальше в чем прикол 6500 кельвинов точно такой же белый холодный белый свет как и новсая тут абсолютно все то же самое у старого нашего новсая блин 25 ватт лампа потребляет на одну вот написано 25 ватт ребят у того новсайчика 30 а это соответственно что может означать то что при меньшем потреблении электроэнергии выдача света выход света может быть такой же либо лучше и вот это вот даже положительно на самом деле положительно а достигается это все одним простым образом просто кулера нет соответственно кормить дополнительным напряжением кулер не надо вот вам 5 ватт и минус и это на самом деле приятно и да что мы еще видим из коробочки но что это h11 что цветовая температура ссылочки ну и в принципе все на этом все напоминаю что здесь были две лампы мы уже одну установили открываем вот такая вот мятая коробочка друзья мои есть обязательно наклейка на всяевская есть она здесь уже есть к нам стали поступать лампы уже с этой наклейкой на ну что написано здесь но вся original project значит произведено в китае два года гарантии вот написан два года гарантии друзьям и и на такие лампы идет два года гарантии это очень приятно так из чего состоит у нас коробка есть вот такой талмуд значит инструкцию по установке она вот ребят у всех остальных там 12 листика здесь прям книжка вот прям книжка целая прям огромная толстая книжка здесь должны лежать две лампы но здесь лежит одна и так к ней мы перейдем чуть позже давайте посмотрим и рассмотрим непосредственно талмудик что у нас здесь есть что все у нас должно вращаться что все все на китайском языке друзья мои если вы умеете читать на китайском то цены вам не будет в прочтении данной инструкции также есть еще на английском дублирующие то есть принципе лампочка рассчитана на поставки в европу ну там все просто вот ту лампочку снял эту воткнул бла-бла-бла и прочее прочее в ваш 11 сегменте вообще все просто вытащил новый вставил фишку надел если машина ее поняла все поехал дальше свет радость счастья и ничего кроме этого так отклады давайте же переходить к самой лампе буквально недавно у нас на канале выходил тест с такими же овальными охлаждениями была лампочка херовенько она проиграла нашему навсайчику вот этому вот зайчику навсайчику она проиграла мы помним все прекрасно что там в принципе была очень хорошая свето теневая граница но яркости не хватало навсай ее выиграл и в итоге он продолжает быть здесь ребят напоминаю что я специально для своего автомобиля подбираю с каждым разом все лучше и лучше и как бы вот это так скажем это новое поколение ламп навсай того же самого производителя но если появится что-то интереснее то естественно и эта лампочка может проиграть ну это соответственно поэтому я подбираю все время все самое 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 топово так давайте же рассматривать физику во первых нет драйвера драйвер засунут вот здесь я говорил что это плохо я остаюсь при этом мнение друзья мои если охлаждение не будет хватать соответственно ну достаточно быстро лампа выйдет из строя но с пассивным охлаждением есть свой плюс как бы вот ну и как нету кулера вращаемого элемента нет нет жужжания ну и прочее 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 надо проверить еще радио люди которые уже ставили себе такую лампу говорят что радио нет помех поскольку здесь используют новый авиационный алюминий вот здесь вот используется это не то лампа с тем пассивным охлаждением которая была черненькая до этого ребят это новое поколение охлаждение алюминий вот такой вот интересный внутри медные стержни это тоже достаточно прикольно но в чем же она отличается от той лампы ну во первых она сто процентов качестве не сделана потому что здесь ребят нет нигде никакого подсоса воздуха герметич 68 класса влагозащищенность и прочее прочее чисто физически ребят добавили с каждой стороны вот здесь вот и с этой стороны по одному диодику соответственно вниз она выросла сама по себе лампочка да вот это может сказаться очень плохо на свето теневой границы но это мы проверим это мы увидим мы глазом прям физически увидим действительно ли это так вот ребят у той лампочки которая была в прошлый раз у нее отвалился сокол мы помним все это прекрасно да здесь соколь прям плотно прикручен также можно его конечно отверткой поковырять но надо прям маленькую отверточку и вот сюда вот ну аккуратно все сделано на самом деле аккуратно здесь все герметично здесь какой-то шильдик у нас есть ну и в принципе вот фишечку одеваешь и поехал сделано она на самом деле очень прям вот прикольно в чем плюс огромный плюс да как я вот уже с саньком здесь общался заметил что она тоньше чем предыдущий на в сай вы видите то есть да вот эта лампочка она посередочке тоньше соответственно как мы уже знаем она будет между собой вот между светопотоком меньше разрезать его и меньше будет провала именно вот светотени да вот сама светотень и как бы у светодиодных лампочек чем вот эта часть шире тем соответственно провал световой вот в серединочке имеется но у на в сай это незаметно на самом деле незаметно и скорее всего из-за формы самой лампы но давайте же посмотрим вот физически да как бы если вот сравнивать эти две лампы провода у обеих толстящие хорошие провода ну под каждую лампу под вольтаж наверное под напряжение они выбирают определенную толщину сечения самого провод это уже грязные ребята она уже стояла работала здесь кулер остается рабочим пока с ним ничего не произошло здесь кулера нет здесь просто обычный пассивный охладитель если смотреть на диоды да давайте я вот так вот пристально посмотрю то в принципе они они находятся выше и они же находятся ниже друзья мои вот это вот честно говоря меня смущает потому что я как бы возлагаю на этим на эти лампы так скажем огромную надежду что они переплюнут вот эти но блин если вот так вот смотреть физика самой лампочки немножко другая зачем это сделаны как это повлияет именно на свет теневую это мы увидим сегодня но вот так вот если сравнивать вот лепесточки на одном уровне ребят сами диоды вот у этой лампы сидят и выше и ниже повторюсь да у это все сделано более маленькая более скромненько более аккуратно и кстати диодные пластины еще и шире если прям присматриваться и смотреть так что у нас здесь более плотные у вот этого этого на вся более плотная резинка у этой помягче так что еще значит фишки у нас абсолютно идентичные да 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 друзья мои здесь все абсолютно одинаково обе лампочки имеют обманку канбуз вшитый то есть они подходят абсолютно на все автомобили в мире то есть в любой автомобиле вы свободно ставить у вас машина понимает что это соответственно и здесь и здесь вшито сопротивление здесь будет греться вот эта часть здесь точно так же греется сам охладитель но здесь кулер здесь пассив но это я уже лишний раз просто повторюсь что еще хотелось бы отметить обе лампы работают шесть с половиной тысяч кельвинов то есть холодный белый цвет и мне вот прям вот сейчас реально интересно что же сможет вот эта лампа противопоставить нашему навсачку и это вы увидите в ночном тесте и сейчас мы переходим именно туда итак дорогие мои друзья ну что же давайте же посмотрим теперь ночной тест данных ламп да я переживал насчет того что новая лампа может победить навсай сместить его к чертям и будет либо такой же либо лучше но у нее будет преимущество для туманок то что она с пассивным охлаждением но друзья мои не тут то было давайте я расскажу все по порядку во первых если брать соотношение цвета ширины света ребят новая лампа все равно проигрывает навсай вы видите я улыбаюсь я радуюсь все равно проигрывает тому навсай которому мы привыкли которому я неравнодушен я вам уже говорил многие писали в комментариях кстати хочу ответить этим видео на тот вот вопрос до который задавали получаю ли я проценты от навсай от их них ламп друзья мои нет вообще ни рубля ни копеечки я не получил от фирмы навсай вообще ни разу просто эти лампы самые кайфовые просто я их показываю просто мы сравниваем другие лампы того же самого производителя других производителей с этими лампами и вы видите все сами ребят здесь нет никакого подвоха были бы лампы круче я бы пиаре лампы круче но ламп круче пока нет навсай с кулером с активным охлаждением самое топовое самое классное и этим видео мы еще раз это подтвердим и докажем так вот друзья мои давайте же смотреть в чем плюсы и минусы новых ламп и старых ну во первых если вот смотреть вот так вот саша иди сюда вот отходи 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 просто покажи вот эта лампа новая она светит выше ну реально светотеневая граница у нее слегка нарушена потому что диодов больше что я в принципе и говорил не так это заметно все равно свет ровненький нормальный но по глазам бьет больше она все-таки навсай тот которому мы с вами привыкли тот который я люблю он светит более низко именно туда куда надо хотя туманки не настраивали все в одной паре лампа просто ставится в туманку на то место на котором была лампочка и мы с вами смотрим к чему это все приводит то лампа светит выше это факт друзья мои днем этого было не видно чем еще плюсы минусы до пассивное охлаждение у новой лампы это как бы плюс но ребят и кулера не умирают на но в сай и два года гарантии что на ту что на ту лампу хотя то лампа новая она чуть-чуть дороже чуть-чуть давайте же поройдем ну теплая теплая туманка ребят теплая ближе к холодному честно она вроде бы греется но не сильно честно не сильно наш тот навсай я уже знаю что он греется я уже знаю что туманочку нагревает вот он теплый туманка прям тепленькая прям вообще норм ребят что касаемо света и света киневой мы в принципе никогда с вами не затрагивали момент ширины освещения да я все как-то об этом забывал но ребят давайте быть честным 5 метров от автомобиля должны освещать туманки как можно шире это должно быть освещение дальше уже должен работать ближний свет то есть по сути туманки у вас должны светить широко но 5 там 7 метров перед собой дальше у вас идет пучком ближний свет и соответственно уже впереди освещает он что касаемо на в сай в туманках друзья мы но в сай работает еще круче он досвечивает метров 10-15 после автомобиля то есть компенсирует недостаток грубо говоря света ближнего как вот сейчас тут у меня сейчас галогенки в ближнем и соответственно ширину он освещает очень класс тачка у нас стоит ровно посередке по крайней мере ну мы так вот постарались поставить и давайте же посмотрим насколько широко светит на в сай смотрите туда вот туда вот смотрите смотрите аж куда бьет да да здорово здорово и посмотрите куда светит вот эта лампа тоже на в сай но с пассивным охлаждением то есть по сути уже то что вдалеке есть это так скажем отблески то есть уже не насыщенный светопоток насыщенный это вот здесь если досветить именно как я объясняю что 5 метров перед автомобилем во но тот на в сай который на кулере которая активное охлаждение использует своей лампе тот круче все равно круче посмотрите туда друзья мы там ширина свечения больше и свет более насыщенный вот это вот классно по поводу света теневой света теневая вот смотрите она прослеживается и здесь то есть она вот она вроде бы идет но у на в сая это линия более заметная она прям вот выделенная четкая классная линия на самом деле в группу внизу переходите вот там автолампы называется автосвет дневники фордиста переходите задавайте мне вопросы подписывайтесь на нашу группу и там все спрашивайте я все вам расскажу все покажу в меру своих возможностей помогу приобрести все что от меня зависит сделаю специально для вас спасибо что смотрели пока